То есть вы пошли в дом этой леди, украли у нее эту книгу, потом по ней нашли этого врача, а затем нашли досье и выкинули через балкон. Мы не выбрасывали. Он сам его выбросил. Теперь вы сидите в кабинете, прохлаждаетесь и пьете виски. Может еще что-нибудь заказать? Я же сказал, доктор сам его выбросил. Он так все скрывает, у него нет страха перед смертью. Ты что не понимаешь? А? Пока вы играли в мафиози, я сделал пару звонков. Этот ваш докторишка днем считается легальным врачом, а ночью связан с мафией. Он может сделать пересадку почек, если кто-то ранен. Забирает важный орган и пересаживает его другому. Естественно, все по заявкам. Конечно, он до смерти будет прятать свои документы. Если их кто-то увидит, ему не сдобровать. Али, не смей больше связываться. Его пациенты очень влиятельные люди. Не нужно искать себе лишних проблем. Ладно, к тебе мы привыкли. А ты-то что, сэр Дарр? Твое время стекло. Что ты нашел? Такие дела так быстро не решаются, зять. Вот что я тебе скажу. Если до того, как ты что-то раскопаешь об Эзеле, я найду чертову кассету... Ой, пальцы зачесались. Хочется щипцы взять. Вот увидишь. Найду. Я вышел на его след. Сегодня найду. Может, не будешь так торопиться? Брат, Сэр Дарр куда-то написано. Али и Джингис? Они внутри. А ты где? Я на улице, брат. Что делать? Ты фиг, что ты спрашиваешь? По-твоему, где ты должен находиться? Все, захожу в казино. А что делать с Эр Дарром? Он, наверное, думает, что вышел на след. Я ему покажу, как действительно это делается. Простите, вы кого-то ждете? Нет. У меня есть друг. Когда он думает обо мне, мысленно зовет меня. Вот и я решила попробовать, смогу ли я так же. И как успехи? Почти получилось. Оказалось. Недаром я тут сидела на протяжении трех часов. Поздравляю. Но иногда лучше позвонить и позвать того, о ком думаешь. Да, воспользоваться обычной связью. Но все-таки так интереснее. Не думаете? Может быть. Не спорю. Мне о тебе нужно еще очень многое узнать. Субтитры сделал DimaTorzok